В администрации Бердска сегодня прошло аппаратное совещание. О проделанной работе за неделю доложили руководители структурных подразделений. На повестке дня обработка песко-соляной смесью и уборка дорог, эпидемиологическая обстановка и повышение тарифов за перевозку пассажиров в муниципальном транспорте. Об оперативной обстановке в городе доложил начальник отдела МВД России по городу Бердску. За прошедшую неделю в отдел полиции поступило 420 сообщений, из них 17 о преступлениях. Доставлялось 38 нарушителей, привлечено к административной ответственности 35. Других нарушений общественного порядка не допущено. Чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано, доложил начальник управления гражданской защиты. За прошедшую неделю в Бердске было несколько отключений на системах жизнеобеспечения. За неделю поступило 1078 обращений граждан, в том числе по линии оперативных служб 451. Все они обработаны личным составом оперативной смены. Замечаний по взаимодействию не было. Один пожар был зафиксирован в Бердске из-за короткого замыкания в электрокотле автомобиля. Площадь возгорания – 2 квадратных метра. Пострадавших и погибших нет. Увеличилась и обращаемость во взрослые поликлиники на 49,8%, в детские – на 18%. Количество вызовов на дом увеличилось на 43,7%, практически на 800 вызовов, плюс 800 вызовов за неделю. Скорую медицинскую помощь на 11%. На сегодняшний момент с диагнозом ОРВИ 2159 человек, что на 30% больше, чем за прошедший период. С COVID ситуация стабильная, не прибывает количество человек. 17 пациентов на сегодняшний момент наблюдаются с этим диагнозом. В инфекционном стационаре с подтвержденным диагнозом COVID с пневмониями находятся 3 человека. На сегодняшний момент у нас 33 ребенка находятся в детском стационаре. Из них только двое привиты. Находятся с диагнозом грипп, ОРВИ, пневмония. Только два привитых ребенка. Остальные все без прививок. Полит, персонал, 43 человека на больничных листах, 13 медработники стационаров, 24 медработники поликлиник. Это также утяжеляет ситуацию с обслуживанием. Необходимыми лекарственными препаратами пациентов мы обеспечиваем. 26 пациентов обеспечены на сегодняшний момент, в том числе и дети. Доложили о содержании дорог. Как отметил заместитель директора УЖКХ, зачищали наледи и скользкие места. Дороги и тротуары продолжают обрабатывать противогололедными материалами. За прошедшую неделю мы вывезли 600 кубометров снега. Это не так уж много и не так уж мало, но тем не менее уже система по вывозу снега налажена. Работают отвалы, работает техника. То есть именно процесс опробирован и действует. По капитальному ремонту, по КГС, по БКД. Значит все работы закончены, по КГС все счета оплачены, деньги поступили подрядчикам. Осталось сейчас именно на этой неделе мы рассчитаемся в денежном эквиваленте по Максиму Горького 2. Специалисты отдела энергетики и ЖКХ городской администрации осмотрели 53 территории многоквартирных домов. Особое внимание уделялось очистке пешеходных зон. Ряд замечаний по содержанию контейнерных площадок, которые отработаны в режиме телефонных уведомлений руководителям управляющих организаций. Особое внимание уделяем скоплению на площадках крупногабаритного мусора. По вопросу раздельного сбора мусора в город начали поступать контейнеры для раздельного сбора. В настоящее время уже поступили и размещены на контейнерных площадках города 71 контейнер. Прошу проработать с перевозчиком твердых коммунальных отходов. Это у нас эко-сервис есть, Теличка Жанна Владимировна. По поводу того, что контейнера, которые мы получаем, насколько удовлетворяют технически нашего перевозчика те технические средства, на которых мы перевозим эти контейнера и осуществляем эту услугу. В рамках декады инвалидов в Берске прошло более 50 различных мероприятий для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. А также благотворительная акция всем миром. В ходе акции было собрано более 1 миллиона 777 тысяч рублей. Беспрецедентная сумма, никогда такого не собирали. Дополнительно к этой сумме 16 декабря были добавлены денежные средства от предприятий города в размере 61 тысяча рублей. Итоговая сумма составила 1 миллион 838 тысяч. Температура в образовательных учреждениях соответствует требованиям, сообщил руководитель управления образования. По заболеваемости ОРВИ у нас полностью приостановлена деятельность трех детских садов. Помимо этого 27 групп, также дошкольных учреждений, 16 классов в школах. И по заболеваемости ковид у нас один случай. Город готовится к празднованию Нового года. Уже набили кубы для резки снежных фигур, а также привезли лед для инсталляции. Как рассказала начальник отдела культуры Оксана Макриенко, елку планируют поставить на этой неделе. На аппаратном совещании также доложили, что с 23 декабря повысится тариф на перевозки пассажиров. Так, стоимость проезда в автобусах составит 30 рублей. В маршрутках – 32 рубля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok